По результатам последних аналитических сводок, Забеба Ньюс пригодна для абсолютно всех слоев населения города Днепропетровска. Мы начинаем, здравствуйте! Огненная отрыжка икнулась первоапрельская шутка. Некая журналистка бабахнула новость о том, что со слов на Дели Гуле, французского сенатора, где-то под Днепропетровском расположился лагерь по подготовке джихадистов. СБУ шутку поняли, приняли и пошли джихадистов под Днепропетровском искать. Не нашли и на выходные выкатили релиз о том, что джихадисты не найдены. Нехило повеселились, я считаю. Громадский контроль, как всегда, молодцы. Взяли и нашли журнал 2012 года «Наша свадьба». А там фотоотчет с неплохой такой свадьбой господина Евгения Хорошилова. Все прекрасно. Вертолет, Мальдивы, размах культуры и, соответственно, финансирование поражает воображение. Как известно, Евгений Хорошилов нынче управляет культурой Днепропетровской. И, видимо, именно поэтому два представителя Днепропетровской культуры, КВНщики на букву «Г», Гендин и Гельфер, моментально схватили видеокамеры и поехали поснимали скромную двухкомнатную квартиру господина Хорошилова. Благосфера о подобных проблемах забывает достаточно быстро. Но стараниями господ КВНщиков свежее масло в огонь подлита. Продемонстрирую. Полыхать будет еще долго. Известная по более ранним выпускам Забеба Ньюз и вообще в Днепропетровске компания УПС 5 апреля в апелляционном суде в очередной раз схлестнулась с горсоветом. Речь идет про 204 миллиона, которые УПС пытается получить у горсовета для того, чтобы рассчитаться со своим субподрядчиком Мастбудом, тем самым, который строил обвезную дорогу. Продолжение суда ожидается 14 апреля. С интересом наблюдаем. Тем временем дороги в Днепропетровске чинить продолжают. Новые тендеры, новые работы. Правда, в этот раз ремонтировать будут на относительно небольшие суммы. Около миллиона гривен будет потрачено на ремонт внутриквартальных дорог в Центральном районе. Что странно, УПС в этот раз в тендере не выиграла. Липкие слухи о том, что Дмитрий Погребов вывозит свою мебель из своего кабинета в городском совете поползли еще в воскресенье. В понедельник Дмитрий отказался комментировать ситуацию по телефону. Во вторник не вышел на пресс-конференцию. А в среду Снежана Погребова сообщила о том, что Погребов покинул свой пост. Забеба Ньюз едко интересуется, а зачем вот эта вот пресс-служба на 25 человек вообще нужна? По-моему, у Снежаны все прекрасно получается. Давайте отдадим ей это на аутсорс. Ну а если шутки в сторону отставить, то Погребов на самом деле многое мог сделать для города. И его уход это, скорее всего, плохо, чем хорошо. Директором Департамента потребительского рынка и сферы услуг назначен Руслан Мороз, который ранее занимал должность директора КП Управления контроля за благоустройством города. Об этом Забеба узнал из сообщений в фейсбуке мэра Бориса Филатова. Неплохо у них там, однако, работает пресс-служба. Ну а Руслан Мороз пошел на повышение, и, наверное, это для города только хорошо. Посмотрим. Не смешно. Копы бегут из полиции. Речь идет не о патрульной полиции, а вот этой вот полиции-милиции, которая сыском занимается. Кадровые потери составляют порядка 100 сотрудников в месяц. Игорь Репешко, глава этой самой полиции, даже специальное письмо Хати Диканаидзе написал. Мол, если так пойдет и дальше, некому будет преступников ловить. Это вызывает серьезные опасения. Надо срочно что-то решать. Ну... Ну, что вы от меня хотите? На прошлой неделе из крана потекла коричневая жижа. У нас из крана течет какао. Пожалуйста, угощайтесь. Все попытки использовать ее за место чая ни к чему хорошему не привели. Вкус у жижи не очень. Какая гадость, какая гадость, это ваша заливная рыба. Это когда сломалась кайдатская насосная станция. А все сказали, что такую воду пить в принципе, в принципе, в принципе, в принципе можно. Результаты исследований питной воды, которая отбиралась вместе с неймальной группой, отвечают генетическим требованиям. Державные санитарные правила, назначенные для споживания человеком. Ишь ты упырь. Я тебе потом пришлю, как там дело было. Интересно, они пытались это сделать сами? Как ощущения? Тем временем, и это правильно, Днепроводоканал продолжает бороться со злостными неплательщиками. А еще боремся за почетное звание Дома Высокой Культуры Быта. Это же кошмар, кошмар! И о происшествиях. Вечером среды у торгового центра «Пассаж» задымилась крыша. Видимо, от городских новостей. А на этом с новостями все. До новых встреч! Кручу, 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 стаканы кручу. Приставку разыграть между пацанами хочу. Кстати, внимание на экран. Предыдущие приставки до сих пор ихними счастливыми владельцами не забраны. Господа, позвоните по телефону, придите и заберите. А то разыграем заново. Подведем итоги розыгрыша приставки номер 5. Вот они. Дев manga сudos booth. Еще зв סappa тв והякоцел Культуры. Они догадались за Hy "'x' со скоростью на немцевом аграціero на тв 10-999. Подведем итоги розыгрыша приставки серого цвета крепости previews вокруг тресники. До новостей у compensate в медленного округа среди обови. Подведем итоги розыгрыша приставки lacked проверительного значения перевести в захоронет. По подведем к первовоз moves. Подведем итоги новостей. Подведем итоги розыгрыша приставки новые 4. А-те-cottи. Господа победители, не стесняемся, звоним по номеру телефона, приходим и забираем свои приставки. Все неразыгранные приставки будут разыграны по новой. А сейчас о правилах розыгрыша на этой неделе. Вот такую замечательную интерактивную приставку Фрегат ТВ получит тот человек, который не только лайкнет и подпишется, и оставит комментарий под этим видео на ютубе, но и наиболее звонко в этих комментариях пошутит. Иными словами, в этот раз победителем станет самый смешной комментарий. Доставайте острые ваши языки и шутите изо всех сил. Кстати, там же можно предлагать темы для новостей. Ждем фидбэка, котятки.